кушать приготовила сегодня у меня соус я думала супчик сделаю наш но решила макарошки и так мои дети и садики едят и дома я им делаю сделала соус получилось очень вкусно кстати я редко люблю есть то что сама готовлю я пока готовлю наедаюсь и уже желание кушать не остается все иду за детками очки ключи лево под ногами обязательно должен быть поехала поехал бандитка так не делай зевера давай ждем там муравьи баба они ничего не делают не бойся давай осторожно какая у тебя идея какая идея ну конечно будет падать даже машина и какая у тебя была идея залезть одни и те же развлечения вот сегодня опять где и рашки подошла вот девочка знакомиться познакомимся подошла салатаны шалом познакомимся все игра категорически отказалась я не хочу и все я не хочу ни с кем дружить честно и я моментами в шоке со своих детей вроде я их не держу дома не запрещаю ни с кем общаться наоборот постоянно вывожу они постоянно в обществе детском саду есть дети давно ну вот так вот когда к ним подходят именно проявляют инициативу они отказывают не хотят но если зей рашки кто-то понравится она сама подходит и начинает играть молодец зейра вот так молодец смотри девочка сама катается на качели только близко не подходи мартышка где-то тело что она делала на тебе где рашка повернись ко мне ты почему с девочкой не познакомилась не хотела за и рашка а почему ты не хочешь играть с другими девочками домой хочешь мультиков не будет дома я не включу мультики не знаю что вы будете играть дома решайте сами наверно слайм будете играть в липкий слайм играть ты хочешь да нет липкий слайм я сегодня не дам зачем он зачем а рисовать ты не хочешь почему а для кого мама все карандаши краски все покупает а давай тогда завтра мама все карандаши все краски все ваши книжки раскрашки соберет и отнесет в садик другим детям чтобы они играли вы же не рисуете платье не поднимают трусы нельзя показывать ты же девочка а и девочки так не делают ты мне скажи почему ты с девочками не хочешь знакомиться и играть мама они постоянно к тебе подходят с тобой играть хотят а я хочу мне в один дом я пришла играть ослан пошел играть мама можно я посмотрю на твое поведение вот такое поведение если будет нельзя вот такое поведение если будет нельзя ну мама я и что а я хочу знать почему ты не играешь с другими девочками что хорошо будете на балконе играть в липкий слайм а я буду кушать готовить а зачем ты платье поднимаешь опять почему почему а не знаю не знаю а ты будешь вон я вон я посмотрю на твое поведение вон подружка ушла садика девочка приходила с ней тоже не пошли играть не надо платье поднимать а а а а а а а и что баба матч о это а а а пока моя малыш не окупается я отвечу на один вопрос по поводу мультиков так сам спрашивают с какого возраста я начала включать детям мультики и включая ли сейчас и как часто на какое время и так далее короче тема мультиков включать мультики я не помню когда я начала но по-моему даже с годиков с такого времени я включала наши песенки из мультиков антошка антошка мишка косолапы вот эти песенки стихи что русский язык они слышали постоянно фоном играла постоянно вот вот эта вот музыка на русском языке из мультиков первое время их это не привлекало абсолютно внимание не привлекал а потом потихонечку они начали прислушиваться что-то пританцовывать пытаться это уже год с чем-то узи храшки интереса к мультикам практически не было у нее интерес к мультикам появился где-то месяца 4 3 4 назад у аслана был интерес к мультикам до сентября 2021 года я включала дома мультики аслан смотрел он просил какие-то я включала ему но я всегда выбирала что смотреть мои детям сейчас тоже я контролирую что они смотрят до сентября вот я помню с 1 сентября мы пошли в садик 2021 года и я сказала что мультики будут только в садике таким ходом я убила сразу двух зайцев потому что у нас был период ослан не хотел раз расставаться со мной в садике это у нас была вечная трагедия что мама не уходи и так далее оставайся здесь ему садике нравилось но и маму он хотел рядом и я убила двух зайцев одним выстрелом тем что он начал с удовольствием ходить садик потому что я включала там ему мультики мультики включала когда приводила его туда уходила и где-то минут через 10-15 по разному смотря на его настроение воспитатель выключала интернет естественно мультики переставали показываться и ослан убирал телефон и шел играть здесь все это было вот сентября сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель у нас дома не было мультиков апреля может быть несколько раз я включила всего лишь мультики мы смотреть что солнышко чтобы войс что сынок сейчас я тебя искупаю заберу сейчас вот дома не было мультиков до апреля это точно мультики были только в детском садике минут 15-20 и в ресторане когда мы ходили в ресторан по субботам мои месяцы вот сейчас он каждый день включает мультики и зефрашка просит постоянно мультики он научился включать сам берет пульт выбирает какой там ему нравится включает то если я вижу что мультик не тот который нужно смотреть я выключаю сейчас я не скажу что не ограничиваю детей просмотре мультиков ограничиваю конечно стараюсь переключить их внимание на что-то другое но нет запрета в том чтобы категорически смотреть пускай смотрят главное чтобы смотрели хорошие мультики добрые мультики и не во вред всему остальному если они тупо будет сидеть я знаю просто девочку которая тупо смотрится все время мультики и вот она ну развитие наверное у него максимум на трех летнего ребенка когда и уже почти пять лет если это не во вред ребенку если он нормально играет какие-то книжки достает хочет чтобы мы читали развивающие игры спокойно играет разговаривает ну все остальное у него нормально почему мне включить мультики я не против мультиков абсолютно как-то так пойду купать это что не вкусно ну простите я не могу вам каждый день макарошки готовить каждый макароны же не кушают разную еду надо кушать макарошки конечно тебе только макарошки давай это я и дала соус попробовать мясо не дала попробовать ну хорошо каждый день тебе разные разные макарошки да кто б сомневался конечно сделаем макарошками одними будем питаться зачем нам разная еда я сегодня мультики не включаю я тебе сейчас объясню почему мультики не включаю мама вчера когда вы смотрели мультики сказала вы сегодня долго смотрите мультики поэтому завтра вы их смотреть не будете вы липкий сломить липкий сломить я не дала тебе потому что ты маму не слушалась ныло капризничала была непослушной девочкой а кто тебе разрешил его доставать ты маленькая ты маленькая да я спрятала липкий сломить чтобы вы его не трогали спрятала я я его дам когда ты будешь послушной девочкой вот тогда это сейчас ты не плачешь а до этого ты что делала ныла не знаю не знаешь тебе когда он это сейчас ты не ноешь вот нормально разговариваешь видишь а когда когда мы домой пришли ты нормально разговаривала на полу валялась ну а зачем себя так вести не да ты пока ты пока еще очень мало себя хорошо надо долго себя хорошо вести чтобы мама дала липкий слайм поняла не пять минут а долго надо хорошо себя вести так я сейчас кушать положу будем кушать осланчик идем сынуля это закрыть смотри он не горячий для тебя горячий надо тогда чуть-чуть его остыть положить не горячий ночью ты жалуешься тогда что он горячий я всегда туда кладу у меня не падает если вы трогать не будете она никуда не упадет если вы будете лазить там то конечно она упадет полетит вниз но вы не лезьте вкусного зряшка вкусно что противная на еду нельзя говорить противная аллах накажет не лезьте а куклы 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 подожди мама здесь капала куклы 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 Он полный рот у тебя, а ты все хлеб кушаешь да кушаешь. Еду надо кушать. Это он. Это он. Ну, он как твой братик кушает. Солнышко, а ты вообще хлеб не пробуешь даже. Это он, это он. Это он. Я знаю, что ты не любишь мясо, но иногда его кушать надо, баба. Хотя бы иногда. Я же все время тебе его не даю. Вот Асланчик кушает мясо. Видишь, как он кушает мясо. Видишь, какой молодец. Ты тоже бабусь кушаешь. Вот, собрала все во рту, да? Все во рту собрала, да, Зера? Такое мягкое, нежное мясо. Не стыдно тебе? Вот так она у меня кушает мясо. Я только мясо. Ей только в виде фарша его можно давать, чтобы она его не видела. Давай быстрее. Это мои. Да и дай ты, что в арту. Да. Вот мамин мужчина. Как мясо кушает. Он как папа вырастет. А ты если не будешь кушать, папа, он маленькая станешь. Ну ладно, дай сюда. Я тоже не люблю мясо. Ты любишь, не ври. Ты до сих пор очень прекрасно кушал. Я люблю мясо совсем. Да. Муа. Кушай тогда свой хлеб, который ты так любишь. И как вот это я кушаю. Кто подарил? Я не помню. Это ты подарила мне. Да? Это ты подарила. А это коза ты подарил. Это папа мне подарил. Это мама милая. Эй, это мальчика. А это один. Ваши дети тоже вот так кушают клубнику? Угу. Садись. Нормально, да? Откусил и бросил. Алло, гараж. Ее доедать надо? У-у-у. А почему ты так кушаешь ее? Ой. Животик боит. Животик боит, да? Да. Что попало кушаешь, поэтому животик боит. У-у-у. У меня тоже. Ты тоже что попало кушаешь? Да. Грязные пальчики в ротик суете? Суете. Бактерии и микробы, которые у вас на пальчиках есть, куда попадают? В ротик. Из ротика куда попадают? Животик попадают. И потом животик что делает? Болит. Поэтому, мама говорит, грязные пальчики в рот не суйте. Вы же не сушаетесь, мама? Сушай, сушай. Да, хотелось бы. Ага, вот это и блядь. Вот это хорото и блядь. Конечно. Ложка для чего? Нет. Аккуратно только кушаем. Хорошо, Зира? Ну что, вкусно мороженое с шоколадом? Вкусно. Конечно, вкусно. Угу. Я любила так делать себе. Брала белый сливочный или пломбир, добавляла сверху шоколад и орешки делала еще. Готово! Готово! Зима надо открывать! Ой, ничего! Ой, ничего! Я не знаю, Семеночка. Ой, я у него поеду. Аааа. Семеночка, что это делаем еще? Семеночка, давай, еще! Уже готово. Класс, я вам еще и в детстве делаю. А сейчас надо назад. Давай, просто назад. Уже готово, Зирючка. Ой, что? Уже готово. Уже готово. И все. И раз копил. Семен, поток. Зирючка, у нас есть сок. Уже готово. Ах! М Мы просто не хотим, что мы будем делать? Мы будем спать, я уже спать, Кирилл. Покойной ночи. Уют! Павлач! А-а-а, давай. А-а-а, не хватит. А-а-а-а. Что вы там делали? Пиццу делали, а оно и делали. Пиццу делали? Да, оно и делали. Получилась пицца? Нет, она разлилась. Разлилась? Да. А-а-а-а, что за пицца такая, которая разливается? А-а-а. А печку трогали? Да. Зачем? Котово. Мама, как мы хотели пить, чтобы тебе сок продать. Да? И где мой сок? Печку трогали. Вот, нагревается. Я видела, что вы её включили. Туда появилась. Мама, давай, давай. Смотрите сюда. На маму смотрите внимательно. Печку. Вот это открывать, мама разрешает. Открыть и закрыть, мама разрешает. Вот эти штучки крутить нельзя. Знаешь почему? Почему? Пожар может быть. Вы хотите, чтобы у нас дома был пожар? Всё сгорит. Наш дом сгорит. Все игрушки сгорят. Лео тоже может сгореть. Вы хотите, чтобы дома был пожар? Нет. Тогда вот эти штуки больше не крутите. Хорошо? Хорошо? Вот эту дверь открывать и закрывать мама разрешает. А эти штучки не крутите? Мама, я не могу пиццу готовить. Да это всё готовить, маме. Ммм, вижу я. Мы хотим ещё готовить пиццу. Пиццу? Ну давай я посмотрю, какую пиццу готовить. А я тебе хочу всякую сорт. Пока. В твоём ютубе насмотрелись. Это где вы видели, что пиццу готовили? В ютубе? В своих мультиках? Так как? А это что? Это чтобы мясо бить. Тух-тух-тух. Чтоб оно мягкое было. А да, ещё мягкое. Ну вы не мягкое, не твёрдое, не кушаете мясо. Сейчас. Ты ещё чуть-чуть кушаешь, а тверо нет. Мы сейчас показываем тебе. Давай, я жду. Давай, я тебе эту дам. Мама, я хочу сок. Я хочу сок. Приготовьте мне сок, пожалуйста. О, я пасёю. Давай. Давай сок приготовь, маме. А из чего маме сок будешь готовить? Сейчас. Апельсина. Апельсина, давай. Ты что готовишь, Зея, Руня? Сок. Тоже сок готовишь? Молодцы. У меня будет два сока апельсиновых, да? Да, лимонов. А, у тебя лимонный, да? Лео, мы здесь сок готовим. Лео, мы здесь готовим сок. Тю, тю, тю. О, тю. Тю, вот, на. Опять. Чем? Лео? Это там ересок. Это будет ли сок? А это? Трогать? Трогать можно. Эти штучки крутить нельзя. Эти? Да. Нет. Там уже пожар. Они пожар делают, да. Мама? Нет. Сока поёт. А не тут? Можно? Когда она не горячая. Когда горячая, мама вам скажет. Хорошо? Раскакуй, тревь. Открой. Готово. Чуть-чуть отойди, Асланчик. Вот он. Мы должны разкупили эту стуку. Разгоить. Всё. Всё. Я довезу. Угу. Чтобы будет хорошо. Хорошо. Стуку. Ещё можем залить. Теперь это тебе. Посиди, подожди. Сколько надо подождать? Ты знаешь? Ммм. Он готов, мама. Да? Давай. Это тебе. Ты готовила уже? Асланчик. Можно попробовать? Лимон. Ой, какой кислый. Кислый-кислый. Так. Теперь Асланчик несёт сок. Асланчиков сок попробуем. О, апельсиновый сладкий. Сладкие апельсины ты добавил, да? Всё, солнышко, на ночь больше нельзя. Мы уже спать ложимся, а то мама будет ночью много раз в туалет вставать. Да. Поэтому давайте. Больше не будем сок делать. Я достала. Значит, ты уже выросла, раз достаёшь. Да. Хорошо кушаешь, растёшь. Утро я тоже буду достать. Я достаю. Утро я буду. Машина едет. Он будет дома плакать. А где я? А где я? Буду плакать. За тобой будет плакать? А где зеяра? Да. Ой. Ой, нет. Поэтому ты его с собой забрала, да? Да. Хорошо. О, мальчик. Петюрики. Вот это я делаю. А где зеяра? А где зеяра будет плакать, попить за ней? Поэтому она его с собой взяла. Это мы так идём в садик. Открыть? Да. Ну, если ты отойдёшь, я смогу открыть. А пока ты там стоишь, не могу. Ой, нет. Ай-да-да-да-да. Надо смотреть, Асланчик, куда ты едешь. Солнышко, надо смотреть. Ну, тогда ты будешь всё время аварии делать. Ты сестрёнке сейчас больно сделала. У неё ножки больно сделала. Ты надо извиниться обязательно. Не будешь? Тогда в следующий раз, когда она тебе сделает больно, она тоже не будет перед тобой извиняться. Я буду убегать. Ты будешь убегать? Да. Ну, это, конечно, очень интересная позиция. А мне мама. Ну, маме сейчас больно сделала. По маминому пальчику проехал. Я почерю. Не надо, баба. Ножки не надо маме церевать. Если бы ручка болела, в ручку можно было почереть. И что у тебя? Подожди-ка, смотри. Нету ничего. У неё сегодня вот какие-то вот такие маленькие, вот на теле такие маленькие его прыщички как будто вылезли. Посмотрим, сегодня-завтра пройдёт или нет. Помогу, помогу, пошли. А ты сестрёнку за ручку возьми? Сестрёнку возьми за ручку? Я же твой самокат несу. Ей помоги. Молодцы. Пошли. Я его наверх понесу, а вы идите. У меня в подъезде тоже мама двойняшек, но её на пару лет старше моих. И она меня постоянно... Бог помощи, Бог помощи. Никто меня, наверное, не понимает, как она... У неё тоже мальчики, девочка. И тоже постоянно... Ау, споры. Да, там колючки. Да, там колючки. Юные исследователи. Что, да? А-а-а-а! Пошли давай. Вот цветок. Он, знаешь, как называется? Растёт. Бугинвилья. Он будет красивый-красивый. Я его люблю. Любишь? Я тоже люблю. Я люблю. Я люблю. Ой. Это виноград. Он ещё не созрел. Пойдём. Он противный, невкусный. Потом животик будет болеть. Не кушай. Мам, где кушать? Где, говорит, кушать? Я не могу. Вы же сказали, что вы в садике будете кушать. Я кушать. А они дома не позавтракали. Где кушать? Что, голодная, Зира? Гадость. Животик делает? Да. Ворчит? Да. Ругается на тебя? Да. Не кай я, старинка. Скажи, что не ругайся, я тебя сейчас покормлю. Я тебя покормлю. Пойдём, Аслан. Мама, это тебе. Ой, что, мамина, если чветочков нету, значит, листочки, мамы. Спасибо. Мне кажется, что у Зихрашки вот эти вот прыщички, это ветрянка. Я её забрала с садика, и сейчас мы пойдём к доктору покажу. Ну, они не чешутся пока, она не жалуется, ничего абсолютно. Ну, по фото я посмотрела, похоже на ветрянку, потому что внутри у некоторых водичка есть. Ну, ничего страшного, если даже и переболеют. По мне, так пусть всеми детскими заболеваниями переболеют в детстве, чем потом. Она захотела вот эту булочку, семечками булочку она её называет. Ну, пришли. Спасибо. У меня вот с помидоркой. Хочешь мою попробовать? Попробовала в садике. Попробовала в садике, да? И что, вкусная? Да. Дать тебе её? Дать. Почему я девочка? Я им иногда в садик вот эти булочки отправляю, чтобы на перекус. Сходили мы к доктору. Да, это у нас ветрянка. Доктор выписал нам мазь, если будет чесаться, в день три раза мазать. И сироп, как противоаллергическое. Ой, как тяжело. Больше ничего. Лекарства бесплатные, так как это доктор государственный, у нас страховка и так далее. Ну, никаких жалоб у Зиграшки нет. Вот лежит довольная, смотрит мультики. Зиграшка, у тебя что-нибудь болит, баба? Да. Что болит? Молодец, Алиса. Ой, как вкусно получится. Что болит у тебя? Ещё не придумала? Доктор так странно сделал осмотр. Он даже не приблизился, а он так издалека посветил лампой на её прыщечек. И вот так сделал заключение. Вот здесь вот вылез. Вот утром, например, ещё где-то час назад, вот здесь внутри была водичка. Сейчас её нету. Сама по себе ушла. Ой, Лео! Господи, какое же это счастье, что мы вовремя подняли ковры и собрали, потому что... Потому что я в день раза четыре вытираю полы, и всё равно куча волос его, куча шерсти. Это просто невозможно, как он линяет. Играет ещё во всё. Эй, Лео! Что там? Убежала? Игруска убежала? Мяу-мяу! Так что сегодня мы дома. Посмотрим, как она там себя будет чувствовать завтра. Ну, завтра тоже я её, естественно, на садик не отправлю. Короче, будем наблюдать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!